Здравствуйте, друзья! Во всём мире похолодало! Я слежу за ребятами из России, там уже снег идёт. Ну, у нас тоже уже похолодало в Ирландии, я имею в виду. Ночью опускается до минусовых температур, но снега пока ещё, конечно, не было. Вообще здесь большая редкость, но по-любому стало холоднее намного, и хочется вот в такие длинные, тёмные, холодные вечера что-то горяченького, типа, кроме ирландского виски, конечно, или там какого-то там горячего кофе, хочется что-то вот типа испанского или там какого-то бибопа, то есть что-то зажигательного. И вот попался мне тут такой альбом Fusion, вот, ну, сильнейший Fusion, и причём это не просто альбом, это дебютник. И вот если бы мне не сказали, если бы я не знал, что это дебютник, то я бы, в общем-то, и не поверил, потому что если это дебютник, то это настолько сильный дебютник, что я таких не встречал ещё. Короче, в этом году точно, да и, наверное, на протяжении вот всех этих лет, что я тут делаю обзоры джазовых альбомов, я не встречал такого классного, такого потрясающего во всех отношениях дебютника. То есть, ну, просто альбом очень хороший. И давайте всё по порядку. Я сначала зачитаю, а потом продолжу делиться вами своими впечатлениями. В течение четырёх лет формировался дебютный альбом Rebirth, Возрождение, вобравший в себя как авторские композиции, так и популярные джазовые стандарты в абсолютно оригинальных версиях. В слове «альбом» ссылочка на страничку клуба Алексея Козлова, где ребята 2 декабря делали презентацию. Там очень красивое описание альбома, вот откуда я вот, в частности, взял вот этот красивенький текст. Дальше. Лидер и создатель квинтета Сергей Долженков, тромбонист, виртуоз, композитор, аранжировщик, солист московского джазового оркестра Игоря Бутмана, в составе которого он уступал на лучших площадках мира с такими звёздами, как Вайтон Марсалис, Крис Портер, Патти Аустин, Алекс Сипягин, Тил Броннер и другими. Сколково джаз, джаз в горках ленинских, International Jazz Day, Jazz Across Borders, международный фестиваль молодёжи и студентов. Вот далеко не полный список фестивалей, на которых с огромным успехом выступал проект. Дерзкое, да, в слове «проект» будет ссылка на их фейсбуковскую страничку. Я очень рад, что ребята приходят на фейсбук. Вконтакте можешь ты не быть, но на фейсбуке быть обязан. Это я обычно так говорю всем русским ребятам, потому что на фейсбуке там весь мир. И там все лейблы, там все студии, грамзаписи и так далее. В общем, там все музыканты крутятся. Это самая такая актуальная площадка, куда зеркалится абсолютно всё. Вот если вы даже ведёте свой блог, как я веду его, например, в Телеграме, всё равно все свои дела я зеркалю на фейсбуке, и там проходят все обсуждения. Потому что обсуждать, там лайкать, и так сказать... Ну да, там, в общем, как бы вот эта вся тусня происходит. Поэтому здорово, что у ребят есть страничка на фейсбуке, что там можно посмотреть, значит, их выступления, прямые трансляции и так далее. Дерзкое искусное сочетание квинтетом различных стилей, использование им современных музыкальных технологий создают совершенно уникальный саунд, высшей степени достойный нашего внимания. Евгений Побожий гитара, Антон Давидянс бас, Вячеслав Быстров клавишный, Александр Куликов. Это такая четвёрка, которая помогала Сергею Долженкову записывать этот альбом. Но ещё два имени я вижу, значит, вот на страничке клуба Алексея Козлова, где они делали презентацию. Там в их составе выступал ещё на басу играл Сергей Корчагин и Анатолий Корчагин на клавишных. Так что вот состав может быть не совсем точный, я не уверен. То есть я не настолько хорошо знаю российскую эстраду, поэтому если вдруг я где-то допускаю неточности, пожалуйста, исправьте меня, я буду доволен. Я приветствую любую критику в отношении себя, это точно. Итак, альбом, значит, великолепный. И мне даже трудно выбрать какую-то одну замечательную вещь. Вы знаете, что я из каждого альбома выбираю самую лучшую композицию, то есть пытаюсь это сделать, и она должна быть или очень хорошо запоминающейся, или такая, которая станет хитом в дальнейшем, да. То есть надо выбрать самую лучшую. Но вот это трудно сделать, когда все вещи классные, просто замечательные вещи. Они по-своему хороши. Есть медленные, есть быстрые, есть каверы, есть оригинальные вещи. И я пошел по такому принципу, я взял, отсеял. Вот, например, я убрал каверы, хотя каверы очень классные, замечательные каверы. Я очень доволен этими каверами. Там, кстати, вот Little Snow Flower, это вот Фредди Хаббарда композиция. Там очень хороший голос, женский голос. И он настолько хорошо сочетается вот с этим фьюженом, вот с этими ребятами. Я не знаю, такое впечатление, что они долго уже играли и вот выступали вместе. И этот голос там постоянно у них был. То есть очень здорово это все сделано. Потом, значит, две композиции Уайна Шортера. Они друг за другом там идут. Witch Hunt называется. Speak No While. Вот это вторая вообще очень знакомая композиция. И они как бы друг друга продолжают. И тоже замечательно сделано. Тоже по-своему обработаны. Просто я снимаю шляпу, если это ребята делают впервые, то это просто супер. Просто отличные каверы. Потом я еще убрал две медленные композиции. Одна вот называется The Image of You и Foggetify's последняя. То есть вот эти такие медленные композиции, которые, как бы, ну, так сказать, они такие, как, вот последняя, например, как пролог, да, звучит в конце, в конце альбома. И вот эта шестая по счету, The Image of You, она тоже, она красивая вещь. Она медленная, симпатичная вещь. Но как бы ее вот в самой лучшей нельзя назвать. Поэтому эти медленные вот я тоже убрал. Осталось четыре композиции. Это, значит, вот Percution Mania. Мания преследования, да. Percution Mania, да. Ну да, правильно, Мания преследования это переводится. Потом T-bone Sound. Это T-bone, это стейк на косточке можно перевести. Я вообще не знаю, что имели в виду ребята, но я всегда призываю ребят писать по-русски. Но, разумеется, в Apple Music, я смотрю этот вот альбом и слушаю альбомы в Apple Music, там, разумеется, все по-английски. Так что вот такой перевод может быть. Потом, значит, первая композиция, самая сильная, это Fatsou. Ее можно перевести как толстяк или толстуха. Вот такая вот, ну типа, типа вот что такое, такой пухлячок или что-то в этом роде. Но тоже очень сильнейшая композиция, альбом с нее начинается и просто превосходно. Сразу, сразу зажигает, сразу берет за себя и так далее. Но вот Keep Moving, двигайся и задерживайся. Тут не задерживайся, да, то есть давай двигайся, давай иди дальше. Вот тут вот, во-первых, с переводом проблем никаких. То есть тут все понятно, да, давай двигайся, да, Keep Moving. Тут по-другому просто не скажешь. Я бы очень хотел, я вот эту композицию добавляю в свой плейлист. Я считаю, что эта композиция самая хорошая, потому что я еще хотел бы, чтобы вот ребята тоже двигались вперед, чтобы они издали следующие альбомы. То есть вот я вот ребятам, Сергею Долженкову говорю, Keep Moving, двигайтесь в таком же направлении, прогрессируйте. И поэтому вот я эту вещь выбираю и ставлю ее в свой плейлист, который тоже на Apple Music, разумеется, который называется «Джаз по-русски». Вот таким путем я выбрал самую хорошую композицию. Альбом своеобразный. И кроме ссылки на «Послушать», это в Телеграм-канале сейчас, я добавлю вам еще несколько ссылочек на тех ребят, которые уже были на моем канале, из российских, из фьюженовских музыкантов. Это Николай Куликов. У него был замечательный такой альбом, Snake's Take назывался, Emotions. Вернее, это Snake's Take, это значит, группа его, а Emotions назывался альбом. Замечательный альбом, будет ссылка, Николай Куликов, перейдете, послушайте. Потом альбом Тиграна Хамасьяна. Хамасьян, я не знаю точно, он, по-моему, возможно, что он не живет в России, он живет где-то в другом месте, но это по-любому наш человек. Это Армянин, да, по фамилии это можно сказать. И у него очень классный альбом. И совсем недавно я его тоже обозревал на канале. Тоже будет ссылочка, перейдете, послушаете. И один старенький альбом, это Паромщик Люда. Но я с ним познакомился, он вышел недавно, хотя он записан был давно. Но он вышел только вот совсем буквально в начале, по-моему, этого года я обозревал этот альбом. Или в конце прошлого, не помню точно. Но, короче, это тоже отличнейший драйв, отличнейший фьюжн. И, ну, в таком же плане, тоже это русские ребята, русские имена. И поэтому я с удовольствием даю вам ссылки, послушайте, если вы вдруг еще не слышали. Так что вот такие дела будут на моем канале, который называется «Джаз по-русски» в Телеграме. Разумеется, будет зеркалиться это все на Фейсбук. В Фейсбуке я буду еще во все группы закидывать эту всю информацию. Все мои вот эти вот, так сказать, подкасты и описание, обложку альбома, чтобы как бы рекламировать ребят, что ли. И да, и в Ютьюбе. В Ютьюбе тоже у меня есть, я тоже сделаю такое. Я ищу, значит, картинки. То есть я, скорее всего, обычно на Фейсбуке я беру картинки вот именно группы. И я их складываю в такое видео и записываю подкаст. Потому что меня многие вот просили, что просто многие слушают музыку в Ютьюбе. Я, например, в Ютьюбе музыку не слушаю. Но вот раз люди слушают музыку в Ютьюбе, значит, там они и слушают подкасты. И меня просто просили, выкладывая в Ютьюбе. Это как бы вот кому-то это тоже удобно. Так что я специально вот для удобств, так сказать, всего населения планеты, я еще и выкладываю на Ютьюбе. Так что там тоже можете найти мои подкасты, мои обзоры новых свежих джазовых альбомов. Все, пока. С вами был Константин из Ирландии. Всем удачи и всем джаза, всем хорошего горячего фьюжена. Пока.